Это была последняя ночёвка наших солдат на афганской земле. Теперь всё позади, но не кончится для них война, пока ещё не дан им чёткий и ясный ответ на вопрос, во имя чего. Субтитры подогнал «Симон» У него была информация о такой махровой коррупции в наших эшелонах и власти, и в спецслужбах, и в милиции. Он не мог промолчать, пытался воевать. А с кем тут можно воевать, когда вся система у нас прогнившая сверху донизу? В сентябре месяце 2003 года я написал в Комитет по борьбе с организованной преступностью по Гродненской области письмо, в котором указал факты коррупции в налоговых органах в Волковыском районе. Значит, как только налоговые органы узнали, откуда этот ветер дует, кто написал это письмо, ко мне сразу приехала проверка из министерства. Началась месть, меня начали бить, бомбить, просто бомбить. Девять человек на территорию приходят, устраивают обыски, достают из шкафа документы, выбрасывают на стол, на пол, из кошелька деньги достают, доллары белорусские говорят, это валютная выручка. Я судился и доказывал, какая валютная выручка с моего кошелька деньги. Вот такое даже было. Большинство людей тут или однополчане, или афганцы, которые сейчас даже здесь находятся. Уже солидарность. И вся эта ситуация уже у нас на грязах была. Развивалась. Тут же ничего не скрывается, это же уже сколько длится. Человек с нуля все сделал, это поднялся, и решили его задавить просто-напросто. За то, что я не захотел платить. Это сговор чиновников. Сговор чиновников, судов, прокуратуры, налоговых инспекторов. Вот они сегодня все решают. За это садить надо, а люди сидят и работают. Их кто-то покрывает, кто-то один этим руководит. КОНЕЦ Конечно, он кому-то мешал в подобном бизнесе. Тут не секрет, конечно, что любой чиновник Белоруссии или любой солидный офицер, командир милиции или КГБ, он курирует какую-то экономическую структуру. Для того, чтобы иметь для себя дополнительные заработки. Это каждый из них имеет. Это я могу на тысячу процентов сказать. И, естественно, здесь вот интересы Автуховича и этих людей, они где-то пересеклись. И было принято, естественно, вот этой коррумпированной командой задача его убрать. Как наших вот этих негодяев некоторых не мучает совесть, когда они ссадят на года? Как они спят? Вот я вот психологически пытаюсь просчитать. Это негодяи конченые, понимаете? Их сделала система. Экономика рушится, мораль нарушена полностью. И вот сравнивая, допустим, 1941-1944 год, особой разницы я не вижу. Ну, даже считаю, что режим Александра Григорьевича намного хуже, чем режим 1941-1944 года. Почему? Потому что те были чужие захватчики. Эти свои. Эти свои. Эти свои.